Творческий коллектив «Калинушка» появился всего два года назад. Тогда еще на кружок хорового пения ходило около десяти человек. Одним из них был Святозар, который в свое время случайно попал на одно занятие, но в итоге надолго задержался. Говорит, здесь узнал много нового. Я научился красиво петь, петь громко, петь хором, петь красиво. Главный принцип «Живое пение» — подживую музыку. Сейчас в подобных коллективах такого практически не встретишь. «Калинушка» постепенно пополняется новичками. На данный момент в ансамбле занимается 20 детей. Некоторые из них уже умеют выполнять непростые танцевальные элементы. Пошли два шага. Раз, два. На всероссийском конкурсе «Сельская молодежь» «Калинушка» заняла второе место для участия. От команды требовалось отправить видео со своим выступлением. И далеко не каждый участник ансамбля, ожидая результатов, был уверен в таком успехе. Я просто рада. Мы думали, что мы займем второе место. Мы думали, что самое последнее будем. Рокладитель ансамбля Оксана Афанасьева в своих ребятах не сомневалась, а потому и в успех верила больше. Триумф хоть и вечен, но репетиций никто не отменял. У коллектива уже намечен план работы. Очень нравится ребятам казачий блог, конечно. Мы сейчас, наверное, нажмем на казачьи песни, на танцы, будем детей учить шашками, селировать. И, в общем-то, будем это использовать дальше в нашей работе. Репетицию у ребят стало больше. Они занимаются три раза в неделю. По два часа за один день они изучают танцы и пение. Хореограф Илья Волков пополнил коллектив недавно, но уже успел полюбиться детям. Педагог собирается вести своих подопечных к новым победам и уже знает, как. У нас получается таким образом синтетическое искусство. Наши актеры, по сути, получается, и поют, и танцуют. То есть совмещая сразу два направления. Конечно, в дальнейшем нам хотелось бы иметь отдельно как вокальное направление, так и танцевальное. Но пока мы пытаемся совмещать и довольно-таки успешно. Путь от создания хорового кружка до становления ансамбля русской песни и танцев и призового места на всероссийском конкурсе кажется не таким сложным. Он уместился всего в два года, однако достигнуть такого результата небольшому самодеятельному коллективу стоило больших усилий. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ.